Забирай, ставь, монтируй. Потому что по немецкой технологии этот штапик крепится саморезами. Мало кто делает, потому что потом приехали, обратно поставили, и все. Клей изолирует поверхность. Я так, как я являюсь толер, роснодеревщиком. Чем меньше человек касается заготовки оконной при производстве, что происходит? Бешеное вращение, 4 работающих ножа. Того, чтобы задать базы, нужно использовать фуганок. Вот эту впуклость надо отрезать. Нисколько не сэкономим. Хотя режем сами, клеим сами. Наносим грунт Е3 какой-то там. Чтобы моржа какая-то была, чтобы на это деньги зарабатывать. И поиск определенных решений. Любая механическая обработка дуба – это такая себе игра. И сразу серединку возьмут, склеивают брусь. Понятно, что если деньги не поступят, мы не будем материал покупать, потому что это дорого. Друзья, добрый день. Я Андрей Артемов. Сегодня мы посмотрим производство деревянных окон от А до Я. А вы обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал. Значит, отсюда, в принципе, начинается наше производство. Материал покупаем как бы запасом всегда, чтобы потом не тратить дополнительных денег. Дубовая заготовка лежит. Вот эта вся заготовка лежит на серединку, в короте, про которую я говорил, который дешевый сегмент этого бруса. И, в принципе, середину можно клеить бесконечно. Вот наклеили, положили пачечку, потому что будет скоро дубовый заказ. И сразу серединку возьмут, склеивают брусь. Прежде чем склеить, мы его сначала распускаем на штранги. То есть, в тот размер, который надо, условно говоря, используем. Стандартное сечение окна у нас будет 78 на 80. Значит, первый раз мы пилим на 90 миллиметров. Там есть она и 110, к примеру, на арке и на импоста. Сначала распускается. После этого в соседнем цеху вскрывается, прострагивается. После этого подбирается, смотрится. Условно говоря, самый простой способ победить тот же винт. Берем трехметровую палку, она винтом. Пилим по полтора метра, две палки меньше винтом. Вилим по 800, получаем две ровных палочки. И спокойненько, средняя ламель, пожалуйста. Лаковная сушка чем плоха? Загрузил 6 кубов дуба, ты ее сушишь. А люди, которые профессионально занимаются сушкой, это у них сушильные камеры по 100-200 кубов сушат. То есть, чтобы моржа какая-то была, чтобы на это деньги зарабатывать. Для себя, да, можно поставить маленькую камеру и потихонечку там этот дуб подсушивает периодически. Но для этого уже освоили пилорама. Пилорама в городе, электричество, стоимость аренды и прочие вещи налагают, то, что эта пилорама ни разу не выгодна. Пилорама за городом, это пьющий коллектив. Ну, в 90% случаев в нашей стране неким чепушным контроллерам, да, где по картинке, то есть человек вложил бревно, его фотографировали, в мозг отдавали компьютеру, тот рассчитывал, какие дольки выпилить. Очень четко пилит, но медленно. Дуб поступает в виде неких пачек, да, которые пилятся, сортируются. Что-то идет на середину, что-то идет на лицевые ламели. Все это выкладывается пачками в разных пропорциях. Сосная лиственница и прочие товарищи. И четко было написано, что для изготовления окон из дерева недопустимо сплав древесины при помощи рек. Именно из-за того, что бактериальное заражение. Хотя режем сами, клеим сами, больше 2,5 метра. Мы пишем всегда, что есть одна сростка. Хотя стараемся вообще его не сращивать, потому что клеим сами. В принципе, у нас с вами спокойно там те же 6 метров может клеить. Ну, попробуй найди. Красивая, замечательная. Приезжает в 6-метровых палках. И, соответственно, имеет сростки по всем 3 ламелям. А когда мне, условно, в 6-метровой палке 2 палки по 3 метра вклеены, ну, какой это уже 3-й котел. Где форма устойчивости, откуда она берется. В следующую часть, где есть техническое задание. Прям самый лучший станок нашего производства. Он какого-то, я все время забываю, года. Ну, очень старый. При этом он совмещен с автоматическим измерением длины. То есть сам мотор, пильный диск новый. Да, сам станок прям классный, здоровский. Немецкий, кстати. Здесь производится по... То есть людям выдается задание. И по заданиям напилка. То есть человеку понятно, что это створка-коробка. И размеры предварительные с припусками. Берет третью категорию, спускает сюда. Либо уже привозит на телеге. Первую. И ее. То есть торцевому станку нужен припуск 40 мм. Поэтому он здесь его пилит. Запасом, да, чтобы потом это отпилить уже в чистовую и зашиповаться. Почему не 40, как он большой? Ну, можно 20. Ну, 40 вообще это старая цифра. Ее можно уменьшать. Сколько сантиметра? Сейчас может быть и 20. У нас заготовка идет по низкоопущенному столу. Режущие инструменты выходят на высокий стол. Вот когда он выходит на высокий стол, хороший специалист делает так, чтобы скачка никакого не было. На 90% случаев происходит скачок. И на краю деревяшки имеется либо выпуклость, либо впуклость. Чаще впуклость. Вот эту впуклость надо отрезать, чтобы она не попала в состав изделия. Есть такой замечательный станок. У них целых два четырехсторонних станка. Тот станок чаще используется для просто строжки, если нужно придать чему-то какие-то размеры габаритные. Этот станок из состава линии. То есть раньше это был один большой комплекс, объединенный в одну линию. То есть здесь запустилась палочка, сюда вышла, там вышла. И это все был один такой большой круг. Мы разбили, потому что так быстрее. Четырехсторонний станок что делает? Он заготовки позволяет из криволинейной заготовки сделать прямоугольник с четырьмя углами по 90 градусов. Его задача такая основная. Базовые стороны выстрагиваются нудно. Пока ровненько все не будет. Потом все это померил. И потом через рейсмус. Тогда это будет четко ровненько. Четырехсторонний станок максимально старается сделать прямолинейную заготовку. Как продольно, так и с углами. Дальше стоит станок под названием Гидромат. Интересное изобретение немцев. У него работают всего две головы. Верхняя и нижняя. У него гидропосадка на валу. И система джонсеров. Это специальный камушек, который позволяет затупить ножи. За счет гидропосадки голова каждый раз встает в равновесное положение. В одно и то же практически. Чем меньше человек касается заготовки оконной при производстве любого изделия. Что там заготовки-то мебельные. Чем меньше человек ее перекладывает, либо трогает, тем меньше на ней дефектов. После того, как мы прострогали на гидромате две этих поверхности, могу сейчас принести палочку. Кому интересно, можете посмотреть. Вот эта часть строгана четырехсторонником, а вот эта часть строгана гидроматом. То есть тактильно, даже вот просто рукой чувствуется, что вот эта поверхность, она значительно глаже, чем вот эта. Ну, хотя это тоже неплохая. В принципе, вообще станки немецкие на летевском инструменте все дорого-богато. Замечательная машина Unitec. ЧПУшный станок, позволяющий, во-первых, загнать программно заготовку в габарит, уже необходимые детали, и при этом нарезать шипы, проушины, либо контрпрофиля, обработать торцы. В первую очередь на этом производстве, ну и на многих других, сначала обрабатывают торцы. Вот обработка достаточно острыми фрезами. Условно говоря, лежала она вот так. Вот так фреза крутилась. Вот на выходе мы имеем... Хотя тут есть некий в станке специальная противоскольная планка выезжающая, но здесь мы имеем сколы. Мы дальше засунем в тот станок. Здесь будут сделаны обработки. И на финишной заготовке у нас сколов этих больше не будет. Поэтому всегда торцевая обработка делается вперед продольной. Продольная обработка удаляет все возможные сколы, которые появились на торцевой. Унивар выполняет две функции основных. Это профилирование продольных обработок. То есть мы здесь создаем либо профиль под открывание, либо профиль под пакет, либо там под открывание в дерево в алюминиевом окне системно. И вторая его задача, конкретно сейчас вот он под него и стоит, это обгонка створок. Теоретически есть две технологии по обгонке створок. Первая это, когда большой чепушный центр, как был у нас тогда, он сразу же заготовку на вайму отдает уже обогнанной створкой. То есть на каждой попалочно обгоняет. На вайме собирают, все сходится, четенько это все настроено, все хорошо смотрится. Но все-таки провесы там существуют. То есть у нас не удалось тогда добиться, чтобы не было провесов. А это визуальная уже часть, эту створку мы будем видеть в том виде. Ну, она будет пошкурена, там приведена в порядок. Но вот эти вот вещи, они сейчас ровные. Когда окно намокает, обычно вот эта часть выпирает. И первый маячок о том, что с окном не все хорошо, это как раз выпирающая вот эта часть. А на чепушном станке, который будет делать сразу, заранее, вот эта часть, она может либо выпирать, либо заподлетнуть, как бы уходить в обратную часть. Еще до того, как окно успело намокнуть. Поэтому под нему очень сложно судить. Способ, когда клеится сначала створка, клеится, да, а потом обгоняется всем контуром. Мне нравится больше. Но есть один большой минус, это сколы. Замечательный итальянский станочек, позволяет любые нестандартные обработки делать. Есть две замечательных вайна, она тоже одна не прижилась. Почему-то как-то она, хотя и умная, сама подъезжает, все хорошо, но что-то вот с ней не получается работать. Наша старая вайма отлично работает. То есть, поближе подойти, там можно по поводу вопроса, который был наверху задан, по поводу шипов, склейки и прочего ответить. Значит, есть у нас шипы и проушины. И здесь лежит главный ответ, почему мы не можем делать, к примеру, тридцать восьмой пакет стандартного немца. Часто задаваем вопрос. Вот эта вот часть, внутренняя створка, это будущая створка. Ну, условно, она может быть и коробкой. Нет, створка вроде. Вот. Вот эта вот часть, 20 миллиметров. Здесь влезает тридцать четвертый пакет, и потом штапик. Для того, чтобы поставить сюда тридцать восьмой пакет, мне на четыре миллиметра нужно уменьшить штапик. Конкретно штапик в этой системе, если уменьшить на четыре миллиметра, он перестает работать. У него есть замочная часть, которая защелкивается, и я его могу поменять там плюс-минус миллиметр два, но четыре уже не могу. Любые изменения, которые я вношу вот в эту обработку внутреннюю, я должен внести в шиповую группу. Цена вопроса, если покупать новый инструмент, 300 тысяч, условно, продольная обработка, 300 тысяч шип, 300 тысяч проушина. Три паза неких здесь, мы получили увеличение площади склейки. Можно посчитать, насколько. Делается именно для того, чтобы увеличивать площадь склеиваемой поверхности. Есть способ крепления, то есть важно, как бы на створках стараемся всегда делать шипы проушины даже на арочных элементах, навострились, придумали как. Раньше соединяли всегда на контрпрофиль, но сейчас придумали, потому что шиповое соединение держит гораздо лучше. Если они в этом месте передавят, они начнут выгибать, то здесь он упрется, а здесь он начнет подгибаться, а там ему нижний шип давать выгибаться не будет. Удерживает ту форму, которую ему Вайма задала, то есть насколько оно хорошо держит, в принципе. Здесь площадь сумасшедшая, поэтому как бы здесь допустимо не использовать никакие вещи, которые будут пробиваться. Любые арочные окна провисают значительно быстрее, чем прямоугольные. Стандартные окна сведут замечательно, на Вайму пришли, склеились, коробки поехали на подготовку, створки поехали на предыдущий участок обгоняться. Обогнались, все встретилось в зоне подготовки. Клей наносится при помощи клея наносящей машинки, он стоит внизу. То есть некий дозатор, как говорит, где-то в нерусских местах, бак под тиском, в смысле под давлением, и он дозированно позволяет, то есть при нажатии этой ручки клей поступает на ролик и равномерно наносим. То есть здесь какая вещь, если это будет потом лак, лишний клей не даст пропитаться грунту, клей изолирует поверхность, и будет пятна. Много нанести нельзя, потому что он выступит, мало нанести нельзя, мы не склеим. Поэтому, чтобы исключить человеческий фактор, есть клея наносящие машинки, пусть вручную, но он дозированно наносит, то есть кисточкой нанести, так как им сложно. Собирает Вайму, как ему понравилось, вот отсюда, или вот отсюда. То есть здесь технология следующая, он наносит на одну и вторую часть клей таким образом, чтобы при сдавливании клей попал во все полости, которые необходимы. Да, для этого специально обученный немец приезжал, и всем этим ребятам, как бы, он прямо очень... Очень грамотный специалист. Да, он вообще на любом, то есть это завод. Может делать очень разные классные вещи. Помогает нам в изготовлении арок, изготовлении нестандартных дверей, если нет, то если вы, условно говоря, придете, вы скажете, что нужно вот такое окошко, а к нему еще 200 тысяч окон, то изделие хранится плюс... Температура плюс 22 градуса, значительная влазность там 65-75%. Но стойкость материала, она проявляется только через месяц. Я не знаю, то ли из-за того, что она арочная. То есть ребята постарались, то есть вот такая гладкость поверхности. Мы окна здесь вот выстояли какое-то время, здесь же на них установили уплотнители. Используем два вида уплотнителей. Шлегель и Дивентор. Либо Дивентор и Дивентор. Чем отличаются? Шлегель имеет в своем составе внутреннее пористое заполнение, которое по заявителям товарищей Шлегеля, да, лучше звукоизолирует. Ну, как бы работает лучше. Этот контур, это внутреннее, в помещении ставится, да. В случае, если открывается дверь наружу, мы сразу автоматически Шлегель не ставим, ставим Дивентор. Вот есть такой же его брат, товарищ, по всем своим размерам, да, но он резиновый целиком, у него нету. Почему? Потому что гидроскопичность вот этой вот пористого заполнения, она очень велика, и, соответственно, его отрывает вместе с... Ну, он выламывает прямо его из пальцев. Соответственно, резиновый там работает лучше. Максимум, что можно сделать, это прилипнуть, если что-то было не так, две не до конца закрыли, теплый воздух выходил. То есть чаще всего от резинового можем ожидать того, что он прилипнет к коробке, оторвется, ну, его потом приехали, обратно поставили, и все. Установили два контура уплотнения. Если это деревянный, деревянная входная дверь, то это будет такой же девентор, резиновый, там на двух контурах, один контур в коробку, один контур в створку. И пошли дальше. Мало кто делает, потому что пакеты стоят, как чугунный мост. Основная стоимость даже не в деревяшке, а именно то, что эмалированный пакет дорогой. Они всегда бывают только однокамерными, и до определенных радиусов гнутся. Но в итоге будет очень красиво. Фурнитуру не будем отвлекать, там человек работает, поэтому туда близко не пойдем. На окнах используем всегда фурнитуру фирмы Rota. Почему фурнитура Rota? Потому что до сих пор Rota – это единственная компания, которая выпускает и обычную фурнитуру, и скрытую фурнитуру под 20-й фалец. Это место установки ответки. Сейчас я на чем-нибудь покажу. Условно говоря, все цапы в окне запираются на ответки. То есть вот опора, и обычная стандартная ответка. 20 – это вот эта ширина ее, 20 мм. Так системно у нас звучит. 29 – это ось расположения гитрибы в створке. 20 мм – это углубление именно ответки. В нормальное время стеклим вертикально. Зачем вертикально? Чтобы максимально стабилизировать пакет внутри окна. Здесь будет верх, здесь будет петля, скрытые петли. Значит, от этой петли ребята поставят здесь два спейсера, и два спейсера там. Растянут ее от нижней петли в верхний угол. Стеклопакеты держатся. В этом случае дерево алюминия. Сборка сухая. То есть все фирмы пишут рекламный слоган, что легкая замена пакетом. Но я посмотрел, на самом деле, какая она легкая. Здесь нужно открепить. То есть клипсы ставятся шагом 250 мм. Ну, где-то в среднем. То есть отступ 80 от угла и 250 с шагом. То есть здесь будет сколько? Ну, порядка 20 клипс, да? 20 клипс все повернуть ключом, залезть. То есть сначала удовлетворить резинку, залезть туда ключом, открутить, и все это нависать. Ну, такая вся история. Обычный деревянный, крепится при помощи штапика. У нас есть штапик, у которого есть некий пазик. Под уплотнитель, под силикон специально выбранный. Есть замок, про который я говорил, вот с задней стороны. Он устанавливается втроем таким образом, что когда вот его устанавливаем, за счет этого замка последний угол всегда защелкивается. И штапик, в принципе, держится в правом, даже не пристреленный. Пистолет его забивает таким образом, что у нас шляпки, после того, как мы наложим силикон, а силикон у нас полупрозрачный. То есть важно, PH нейтральный и полупрозрачный силикон. PH нейтральный для того, чтобы не реагировать, как бы вступать в реакцию с краской и фурнитурой. Гвоздики прострелили, сверху с силиконом прошли. Уже, к сожалению, они его пришпандорили. Условно говоря, пакет встает вот в эту плоскость, как я наверху показывал, в плоскость рамы. Нет никаких специальных углублений. Здесь углубление формирует алюминий. Здесь другая резинка используется. И вообще по бокам ее нету, она только внизу для водоотвода. Значит, устанавливается спейсер, и мы получаем, что пакет как бы выезжает в эту сторону. Значит, вся технология, изначально немецкая, подразумевала сюда сразу установка вот такого массивного штапика. Сделали первый заказ, нам его одели почти на уши. Ну, после на голову. Потому что по немецкой технологии этот штапик крепится саморезами. Красивый саморез с полупотой, как по-другому называется? У него полупота и здесь, и как бы выпуклая шляпка, красивая. Мы на такие саморезы поставили, нам заказчик говорит, дубовое окно из дерева. Что это? Обратились к немцам. Значит, есть подложка, которая устанавливается, условно говоря, если мы предположим, что это стеклопакет, вот в это место. И она держит своим краешком стеклопакет, да? А сверху на нее уже кладется впоследствии декоративная накладка. Новый продукт краем глаза можно посмотреть. Это псевдоисторическое окно, приближенное к историческому окну тем, что штапик снаружи окна, то есть это у нас помещение. И достаточно интересный рисунок, то есть это рисунок Строгановского дворца. В Строгановском дворце стоят окна с такой вот калевкой. Ну вот. Но, в принципе, здесь почти все выполнено, да? Штапик снаружи, обычно хотят найти штапик снаружи. Калевка классная, классная. Возоотливной бортик здесь представлен пазом, и здесь не стали делать выход воды, потому что помещение будет стоять, но здесь будет сквозной выход профридирован. То есть прямо история, история в этом плане. Значит, дальше. Зона хранения, условия хранения. На заводе, в принципе, не сформированы специальные зоны, где можно хранить окна. То есть эта зона является отгрузочной зоной. То есть мы формируем некие пулы и активно стремимся, чтобы вывозили окна. Вот эти вот вещи должны иметь здесь обязательно какие-то вот такие продухи. Краска досыхает, про это я говорил, да? Что она сохнуть будет месяц. Поэтому замкнуто, замотанное окно. Почему наглухо мотают? Потому что свежий силикон. В цеху пыльно. Если сразу наглухо не замотать, сразу сделать отверстие, силикон впитает в себя всю грязь. Друзья, рад был вас их видеть. Обязательно поставьте лайк и не ставьте дизлайк. Подпишитесь на канал и поделитесь ссылкой на это видео. А я с вами, как обычно, не прощаюсь, а говорю, до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok